Друзья, всем привет! С вами Кира Штафун, автор проекта Let's Row, тренер по здоровому питанию и сыроедению. Сегодня я хочу рассказать о 10 месяцах моего 100% сыроедения без срывов. Сейчас я живу на прекрасном тропическом острове Самуи в Таиланде. Здесь, конечно же, огромное разнообразие различных фруктов. В принципе, они сейчас составляют мой рацион, я питаюсь фруктами, но это моносыроедение, то есть отдельный вид продукта я употребляю за один раз, не смешивая. Иногда я позволяю себе делать салаты какие-либо, когда очень хочется, какое-то разнообразие. Мы делаем салаты, но, как правило, после таких салатов я всегда чувствую некий дискомфорт в моем пищеварительном тракте. После такого салатика я хочу там 2-3 дня точно уже есть моно. Вот, такие вот ощущения я за собой заметила. Дальше, мое физическое тело, мое состояние организма, оно с каждым разом становится все лучше, с каждым месяцем. Это выражается в той легкости, которую я чувствую. То есть, если раньше я вставала с утра и чувствовала себя немножко разбитой, мне нужна была там зарядка обязательно, чтобы я восстановилась, мое кровообращение восстановилось, то сейчас я стою с утра и чувствую какую-то уже легкость. И даже мне кажется, что я могла бы обойтись без зарядки, и мой организм функционировал бы в том режиме, в котором необходимо. Но зарядку, конечно же, я делаю все равно по утрам. Вот. Дальше. Это ощущается в моих физических нагрузках. Они, конечно же, стали выше, больше. Я пробегаю легко 6 километров. Для меня это радость и счастье. Какие-то такие, знаешь, знаете, легкие ощущения абсолютно после бега. Я чувствую прилив энергии, сил. Вот. Раньше я просто столько не пробегала, и, ну, чем больше я сыроеджу, тем больше я способна пробежать, и тем больше мое тело ощущает некоторую легкость. Это 100%. Дальше, что я с тобой еще заметила, если какие-то небольшие порезы есть на коже, да, царапинки, то они достаточно быстро заживают. Абсолютно быстро. И еще такой момент, что я стала больше психологически уравновешена. Это 100%. Я думаю, что еще с течением времени будет еще лучше. Вот. Скажем так, что все так ванильно-сладко, может, кто-то скажет. Но, знаете, на самом деле изменения они есть, но они небольшие. В принципе, можно сравнить мой предыдущий отчет по сыроедению. Он не сильно будет отличаться от этого. Потому что жизнь идет так, как хотелось бы, потому что, наверное, случаются те определенные моменты в организме, которые должны случаться. В общем, я не жалуюсь о состоянии моего организма вот такое. Никакие там заболевания, в том числе простудные, я до сих пор не подцепила. Начиная с октября 2014 года, как перешла на сыроедение, голова у меня не болит. Это большое счастье. Вот. Поэтому я очень благодарна, что я сделала все-таки, совершила этот переход на сыроедение в октябре 2014 года. По сей день нахожусь сыроедом. Счастлива, что в моем окружении появились люди, которые меня поддерживают. А также рада, что у меня появились постоянные читатели и зрители моего проекта. Смотрите новые видео, новые ролики. Впереди еще всего много интересного. С вами была Кира Штафун, автор проекта Let's Row, тренер по здоровому питанию и сыроедению. До новых встреч. Пока!